Библейский портал экзегет.ру представляет 34 глава книги Исход Читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет Ну, вот здесь у нас такой момент переломный в повествовании Господь заключил с Моисеем, с Израилем через Моисея Завет, договор, но народ нарушил этот завет, сотворив золотого тельца И Господь сначала хотел уничтожить израильский народ Моисею просил его, это не делалось Потом сказал, вы пойдете и получите землю, но без меня И Господь упросил его идти с ними Моисею просил его идти с ними А как? Что теперь делать? Даже вот плиты, скрижали, которые Моисею получил от Бога, разбиты Он их разбил, в отчаянии увидев, что народ поклоняется золотому тельцу Ну, какой смысл держать вот этот завет в руках, когда он уже нарушен, когда его уже фактически нет Господь сказал Моисею Вытяжи из камня две плиты, подобные прежним Я начертаю на них те же слова, что были на прежних плитах, которые ты разбил Будь готов к утру То есть, те плиты ему дал Господь, здесь он должен сам потрудиться с плитами Отказываясь от чего-то Божьего, тем самым ты отдаляешься Приходится потом восстанавливать этот тяжелый процесс Утром зайди на гору Синаи и предстань передо мной на вершине горы Пусть никто не идет с тобою, пусть никто не показывается на горе Пусть скот не пасется у ее подножия Моисей вытесывал из камня две плиты, подобные прежним А на рассвете с плитами в руках поднялся на гору Синаи, как повелел ему Господь Спустился Господь в облаке, встал пред Моисеем и провозгласил имя Господне Прошел Господь перед ним и провозгласил Господь, Господь Бог милосердный и добрый, терпеливый, милостивый и верный Милость его даже в тысячном поколении неизменна Он терпит провинности, грехи и преступления Но виновного он не признает невинным Он карает детей за грехи отцов Карает потомков и внуков и правнуков И вот теперь уже невозможно такое простое общение, как было раньше Да, вот теперь это такое торжественное явление Теперь это провозглашение, кто такой Господь Он готов прощать, но виновного не признает невинным Очевидно, есть разница между просьбой о прощении и отказом признать вину И первое приводит к прощению, второе приводит к каре Причем эта кара может переходить на потомков Вообще-то здесь прямое противоречие с тем, что мы видим в других местах Библии Что сын не понесет вины отца, это будет скорее у пророков Но мы уже говорили об этой истории Вот как это бывает в реальной жизни Когда дети реально страдают от того выбора, который сделали их родители Или даже более дальние предки Вот мы можем утешиться тем, что это в жизни так просто происходит естественным путем Моисей поспешно склонился, простился, ниц и сказал Господь мой, если я угоден тебе, то иди с нами, Господь мой Да, этот народ упрям, но прости нам наши грехи и преступления Сделай нас своим достоянием Господь ответил Я заключаю с вами договор На глазах у всего народа я сотворю чудеса, каких не было на земле Ни у одного из народов Пусть весь народ, что тебя окружает, со страхом взирает на дела Которые я, Господь, делаю через тебя Ну и вот уже заново более подробное заключение того же самого завета Потому что прежний разрушен золотым тельцом И дальше такой своеобразный комментарий К десяти заповедям, в принципе, все про них Но не совсем так, как сказано там Соблюдайте все, что я ныне повелеваю вам Я заставлю Амареев и Хананеев, Хеттов и Перезеев, Хивеев и Ивусеев Бежать от вас проще Это жители Ханаана, той земли, которую он им дает Смотрите, не заключайте договоров с жителями той земли, куда вы идете Это будет для вас западней Их жертвенники разрушьте Их священные камни разбейте Дерево Аширы срубите Ашира – это богиня такая женская, языческая Чужим богам не поклоняйтесь Имя Господу – ревность Он Бог ревнивый И вот здесь та же самая заповедь о запрете поклоняться другим богам и идолам Она звучит гораздо острее, потому что это по свежим следам Потому что золотой телец был только что Не заключайте договоров с жителями той земли Они блудят со своими богами, приносят им жертву Если они позовут вас к себе, то вы будете есть мясо с их жертвенников Их дочери блудят со своими богами Если вы станете брать их дочерей в жены своим сыновьям То они и ваших сыновей вовлекут в этот блуд И здесь вот та заповедь, которая как бы дополняет первое Вот что нам сделать, чтобы не оказаться вовлеченными в язычество А вот не заключать браков с девушками из языческих народов Не делай себе статуи божества Еще одна предварительная заповедь, которая предотвращает поклонение идолам Но наоборот Справляй праздник пресных хлебов В семь дней, как я повелел тебе, ешь пресный хлеб Положенное время в месяце Авиве, ибо в месяце Авиве ты ушел из Египта А это о праздновании Пасхи То есть отказ от язычества и соблюдение празднования праздников иудейских Первый плод всякого материнского чрева принадлежит мне Все первенцы мужского пола, какие родятся у скота, и крупного, и мелкого За первенца ослица отдавай выкуп овцу Потому что принадлежат мне, значит, должны быть принесены в жертву Ослят не приносят в жертву А если не хочешь выкупить, сломай ему шею И за своих первенцев отдавай выкуп Никто не должен появляться предо мной с пустыми руками Вот уже Господь говорит весьма сурово После этой истории с Золотым Тельцом Это уже такой очень требовательный Бог Который говорит о возможности простить, но напоминает о серьезности ситуации Шесть дней работы, а в седьмой день отдыхаю Прерываю работу даже во время пахоты и жатвы О субботе Значит, никакой аврал не становится причиной отменять субботу Пахоты и жатвы, понятно, короткий срок, за который нужно успеть посеять Или собрать, наоборот, урожай Справляй праздник недель Праздник первого урожая пшеницы Справляй праздник сбора плодов В конце года два других больших праздника Которые уже тоже были упомянуты Три раза в год все мужчины у вас должны предстать пред ладыкой Пред Господом, Богом Израиля Я отдам вам земли других народов Я расширю твои пределы Никто не будет посягать на твою землю Если ты будешь три раза в год представлять Представать пред Господом, твоим Богом Когда приносишь мне жертву Не допускай, чтобы ее кровь пролилась на дрожжевой хлеб Жертву, принесенную в праздник Пасхи Не оставляй до утра Ну вот, одновременно и про жертвоприношение Причем, смотрите, такие, может быть, мелкие детали Но которые в каком-то смысле обозначают аккуратность в обряде Что вот не абы как, а строго определенным образом Лучше из первого урожая твоей земли Приноси в дом твоего Бога Господа То есть, ну, Богу отдается самое лучшее, а не худшее Не вари козленка в молоке его матери Странный запрет, казалось бы, кулинарное предпочтение Какая разница, кто-то любит козлеть, но в молоке, кто-то нет А, по-видимому, речь идет о языческом обряде Который строго запрещен Но в иудаизме дальнейших времен Это стало принципиальным правилом Не есть вместе мясное и молочное Хотя напрямую здесь этого не сказано Господь сказал Моисею Запиши эти слова Это условия договора, которые я заключаю с тобой и с Израилем Моисей пробыл с Господом 40 дней и 40 ночей Хлеба не ел и воды не пил Он записал на каменных плитах условия договора Десять заповедей Когда Моисей спустился с горы Сина И в руках у него были две плиты завета Вот, опять-таки, разговор с Богом Который проходит уже гораздо более напряженно Моисей живет в какой-то вот иной реальности Хлеба не ел, воды не пил Воды не пить 40 дней абсолютно невозможно Но это вот какой-то просто иной мир В котором он пребывает наверху этой горы И вот на сей раз все очень строго Моисей не знал, что после разговора с Господом От его лица исходят лучи Слово лучи, но иногда это переводится как Видны рога И часто изображают Моисея с рогами Там древнееврейское слово, которое обозначает лучи и рога одновременно И тем более, что на древнем Ближнем Востоке Рога вообще были таким символом божественности Да, кого бы то ни было И по сути рога и лучи не просто в древнееврейском языке Но вот в этой ближневосточной культуре совпадают Но Арон и сыны Израилева увидели это и по бояре с кем и приблизиться Моисей позвал их Арон и вождя общины подошли И Моисей заговорил с ними Затем подошли и остальные сыны Израилева Моисей возвестил им все повеления Данные Господу на горе Синай А затем закрыл лицо покрывалом Ну вот скрывая эти лучи Потому что люди, очевидно, никак не могли к ним привыкнуть Всякий раз приближаясь к Господу, чтобы говорить с ним Моисей снимал покрывало с лица Вернувшись, он возвращался нам Израилем, что повелел ему Господь И сыны Израилева видели, как от его лица исходят лучи А Моисей вновь закрывал лицо покрывал им До следующего разговора с Господом Вот израильтяне, которые сделали золотого цельца Нуждаются в каком-то очень зримом, конкретном, буквальном Подтверждении правоты Моисея Его сверхъестественной силы Того, что именно он передает им Божьи слова И вот ровно это здесь с ним и происходит Ну а как начала строиться скини И об этом будет в 35-й Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok